что нормальная коробочка ты когда-нибудь такую колонку большую видел? видел конечно, у Шурина такая же не, вот именно такую здоровую не видел еще у Шурина такая же жизнь, она здоровая, тяжелая? да это пластик или дерево? это колонка не, на смысле, пластиковая или деревянная? ну такой, знаешь как будто фанера какая-то да, да, да ну короче, типа эпически смотрится вот толщина получается ну ладно, сейчас будет обзор на вот эту штукенцию не, ну здорово дамы и господа у нас сегодня чрезвычайно интересная блютуз колонка более того, скажу ничего подобного я даже никогда не тестировал и эта колонка может сравниться даже с весьма неплохой акустикой, которая никакого отношения не имеет к портативу хотя, портативную эту колонку, конечно, назвать довольно сложно но все-таки ее с собой можно взять на дачу и так далее короче, сегодня говорим про Sven PS1900 и давайте начинать, она того стоит пробежимся быстренько по характеристикам заявленная мощность 1000 Вт и, конечно же, это PMPO то есть пиковая мощность даже такая большая колонка не сможет играть настоящий 1000 Вт частотный диапазон от 25 Гц до 20 кГц это мы обязательно проверим здесь два высокочастотных динамика два низкочастотных динамика причем больших каждый из них по 18 см Bluetooth версия которого, к сожалению, не указана и, к сожалению, здесь нет продвинутых кодеков только SBC опять же, забегая вперед по классу эта колонка вполне могла бы звучать еще лучше если бы здесь был хотя бы APTX аналоговые входы миниджек 3.5 мм причем на вход и на выход два джека 6.3 мм для микрофонов или инструментов то есть можно подключить гитару, синтезаторы и так далее а если через какой-нибудь пульт то, фактически, сколько угодно инструментов к такой колонке можно подключить до двух разных телефонов, например колонка умеет играть с флешки у нее есть встроенный радио приемник ну, то есть где-нибудь на даче включил играет и вообще хорошо питается эта колонка от сети 230 вольт у нее есть RGB подсветка а также что-то вроде стробоскопа материал корпуса у нее MDF это по паспорту ну и размеры ширина 350 высота метр 18 и глубина 37 одна колонка весит 17 килограмм и имейте, пожалуйста, в виду что аккумулятора у нее нет ее нужно будет подключать либо к сети либо к инвертору и тогда уже можно запитать от аккумуляторов комплектация простая это сама колонка а также кабель питания и аус кабель на верхней крышке есть отверстие в которое можно вставить смартфон ну или планшет есть LCD дисплей который показывает пресеты эквалайзера и другие настройки а еще ребята с XBT эту колонку разобрали по ссылке в описании можете полюбоваться на внутренности а теперь давайте послушаем как эта колонка звучит но начнем мы с тестирования громкости и цифры, которые вы сейчас увидите обратите внимание на них они приблизительно соответствуют звуку рядом проходящего локомотива когда вы стоите прямо рядом с рельсами а чуть дальше уже начинается взлет самолета ну болевой порог и смерть как бы ужасно это ни звучало но эта колонка чрезвычайно громкая и самое главное она не хрипит на громкости на самой высокой громкости впрочем вы это сейчас сами услышите единственно пожалуйста учтите сравниваю я с оригинальным файлом который естественно стерео а колонка у нас одна и поэтому стерео эффекта конечно же не будет однако таких колонок может быть и две и соответственно стерео эффект естественно уже будет процент 10% 20% 30% 40% 30% 60% 60% 70% Продолжение следует... 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 Другие какие-то музыкальные инструменты. Ну и по сути устроить такой импровизированный концерт. Так что если вот такие задачи стоят, тут как бы вообще раздумий особо и не нужно. Она отлично для этого подойдет. А если учесть, что их можно еще и две объединить, и к тому же они связываются друг с другом по беспроводу. Ну вы понимаете, у вас будет и стереоэффект, и еще больше звука, и так далее, и так далее. Ну и теперь про минусы. А собственно, какие здесь могут быть минусы? Да, габариты, вес, все-таки не маленькая. Хотя на мой взгляд вполне адекватная цена для такой колонки. Ну и наверное то, что в комплекте нет микрофона. И его конечно хотелось бы иметь, однако вот все-таки послушайте, что я скажу. Все Bluetooth колонки, которые я тестировал до этого, комплектовались с микрофоном, который вообще ни на что не годится. Просто по-другому не бывает. И можно на любом маркетплейсе купить себе какой-нибудь Shure 1000 до 2,5, который будет соответствовать уже практически всем задачам для непрофессионального исполнителя. Да и может быть даже для профессионального, если он не сильно заморачивается. И вот именно так стоит сделать. Поэтому микрофон здесь в комплекте, по крайней мере плохой, точно не нужен. В принципе, это наверное все. И мне осталось только попросить поставить лайк, написать комментарий. Особенно если у вас вдруг есть такая колонка и вам есть что сказать. Может быть вы со мной не согласитесь. Пожалуйста, пишите. Я никогда не затираю комментарии, всегда ценю ваше мнение. И конечно же я благодарю спонсоров канала, благодаря которым у меня есть возможность честно рассказывать о всяких интересных девайсах. Даже если не какой-то там хай-фай. Прощаемся с вами ненадолго. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok